Вот такие очень полезные насадки я покажу вам в этом видео. И как всегда в конце видео будет конкурс с денежным призом. Погнали смотреть! Всем привет! Если вы любите что-то мастерить или у вас есть в доме дрель или болгарка, то это видео будет несомненно интересным для вас, потому что в нем я подготовил для вас различные приспособления и насадки на дрель и болгарку, которые вам понравятся и пригодятся в хозяйстве. Поддержите меня лайком, если вам понравится подборка, буду признателен. Все ссылочки на товары и на кэшбэк, чтобы экономить деньги с покупок в интернет-магазинах, есть в описании под роликом. А также, чтобы не пропускать мои новые ролики, нажимайте на этот колокольчик. Ну что, давайте начинать! И первым экземпляром у нас будет аспирационный кожух-насадка на болгарку. Кожухи идут в двух исполнениях для ушей М125 и 230 мм. Универсальный под все виды болгарок. Работает даже с маломощными пылесосами. Благодаря открытости кожуха, мастер может контролировать зону реза. Алмазный диск имеет доступ к охлаждению. Это увеличивает ресурс и производительность. При правильном зарезе кожух должен максимально прилегать к обрабатываемому материалу. Наилучшим образом кожух работает со специализированными промышленными пылесосами. Благодаря аэродинамическому эффекту кожух может эффективно работать даже с домашними пылесосами с мощностью до 1,6 кВт. Однако для их использования рекомендуется использовать дополнительные циклонные фильтры во избежание поломки пылесоса. В описании я оставил несколько ссылок на различные кожухи. Адаптер для ушей, который превращает болгарку в ленточную шлифмашину. Шлифовальные машинки это незаменимый инструмент при строительстве и ремонте. С их помощью можно зачистить шпаклевку, обработать деревянные поверхности, удалить ржавчину с металла, снять старые лакокрасочные покрытия и выполнить другие работы. Если вам нужен такой инструмент, но вы не хотите заморачиваться с покупкой или попросту нет денег на профессиональную шлифмашинку, то эта насадка вам точно пригодится. Такая ленточная насадка это инструмент для грубой обработки, удаления лакокрасочных покрытий, зачистки шпаклевки и прочего. Эту шлиф насадку можно широко применять при отделке интерьера, изготовлении окон и дверей, полировке металла и в многих других сферах. Подходит для угловых шлифовальных машинок с резьбой М10. Насадка очень интересная и скоро у меня на канале выйдет обзор и тест на данную насадку, ну или уже вышел, ищите на канале. Если вы хотите быть в курсе всех новинок на китайском рынке, будь то автотовары, инструменты или просто добротные вещи, советую подписаться на канал с полезными и интересными подборками и обзорами. Канал называется Тополи. Также там проходит куча конкурсов и в конце этого ролика у нас будет совместный конкурс на 500 рублей, так что смотрите до конца. Для работы с любыми брусками и предметами из дерева вам подойдет вот такая сабельная пила на дрель, которая по размеру очень компактная, легкая по весу и удобная в обращении. Она комплектуется тремя пилками разного размера. Пила устроена таким образом, что ее можно подключить к дрели или шуруповерту. Достаточно выбрать насадку, подсоединить пилу и можно смело пилить древесину толщиной до 55 мм. Но по зубам этим пилам даже металл толщиной до 5 мм. Инструмент способен выдавать более 2000 оборотов в минуту. Если вам предыдущая насадка на болгарку не по душе, либо она вам не подходит, то вот вам шлифмашинка посерьезнее. Она предназначена для грубого шлифования, сатинирования и зеркального полирования, а также для обработки поручней, расположенных близко к стене. Позволяет выполнить большой объем работы при минимальной затрате сил. Это достигается за счет мощного двигателя 800-1000 Вт, который оснащен функцией плавного пуска и защитой от перегрузок. Скорость холостого хода шлифмашинки 1800 оборотов в минуту. Эргономичный дизайн и удобная ручка позволят вам более эффективно и комфортно работать с данным агрегатом. Насадка пила на болгарку. Я когда впервые ее увидел, то сразу захотел заказать и протестировать. С помощью этой насадки вы сделаете из своей болгарки электропилу. А вы знаете, что электропила стоит недешево, и если вам нужно распилить небольшие объемы древесины, то я полагаю, такая насадка пригодится вам в хозяйстве. В конструкции предусматривается бачок с подачей смазки на цепь, ручка для удержания и защитный кожух. Конструкция несложная, и вы без особых проблем соберете ее на базе своей УШМ. Длина ремня в зоне распила 28 см. То есть вы сможете смело распиливать небольшие деревья в диаметре примерно 25-28 см. Подходит насадка на большие и маленькие болгарки, но перед заказом настоятельно рекомендую связаться с продавцом и уточнить диаметр резьбы на вашем прижимном кольце вашей болгарки, чтобы он выслал вам нужные детали к пиле. Приспособление для дрели, которое поможет вам сделать из нее мини-циркулярку, наждак, установить диск от болгарки или даже сделать небольшой токарный станок по дереву. Ведь по сути передняя бабка у вас получается готовая, остается только сделать заднюю и упор. Любой хозяин найдет применение этой детали в своем хозяйстве, на даче, либо в гараже. Платформа для болгарки. Такое приспособление в некоторой мере заменяет маятниковую пилу, позволяя точно и безопасно резать металлопрокат, алюминиевый радиаторный профиль и тому подобные, используя в качестве режущего агрегата углошлифовальную машинку с диском 115-125 мм. Тиски и основания шарнира закреплены на массивном основании платформе. Если необходимо стационарно закрепить штатив, есть два специальных отверстия для крепежа платформы к верстаку. По углам платформы снизу установлены резиновые ножки. Приспособление оснащено защитным кожухом для диска. То есть, перед установкой с болгарки нужно снять оригинальный кожух. Это особенно актуально для дешевых болгарок с упрощенным креплением кожуха, жестко закрепленным в одном положении. А это еще одна интересная насадка на шуруповерт – ножницы. Этими ножницами можно очень быстро резать листовой металл по произвольной траектории. Удобство этой насадки в том, что она может применяться на обычном аккумуляторном шуруповерте, и вы не будете привязаны к электросети. Такие ножницы способны резать лист из нержавеющей стали толщиной до 1,5 мм. Такая насадка будет очень удобна кровельщикам для подгонки металлических листов друг к другу, а также жестянщикам, которые изготавливают пассанину непосредственно на самой стройке, а подгоняют ее по месту монтажа, систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Барабанная шлифовально-полировальная машина по металлу. С ее помощью вам больше не стоит беспокоиться о том, чем обрабатывать плоские поверхности любого типа материалов. Основное предназначение – это грубая, получистовая и чистовая зачистки, вплоть до полирования. Именно линейное вращение барабана способствует идеальной обработке поверхностей, оснащенные электрическим двигателем на 900 Вт и регулятором скорости вращения барабана, который может колебаться в диапазоне 900-2800 оборотов в минуту. Этот агрегат прекрасно удаляет царапины, способен придавать обрабатываемой поверхности эффект бархатности, матовости и т.д. Имеется возможность обрабатывать цилиндрические поверхности. Небольшой вес в 5 кг, компактный дизайн и удобная резиновая ручка – сделает вашу работу очень удобной и практичной. Насадка-заклепочник Это универсальный адаптер, который позволяет использовать любой сверлильный инструмент для установки вытяжных заклепок. Насадка работает со всеми типами сверлильного инструмента, будь то дрель, шуруповерт или перфоратор, при наличии быстрозажимного патрона и функции реверса. Устанавливать заклепки при помощи заклепочника так же просто и удобно, как при помощи дорогого профессионального инструмента, но гораздо проще и быстрее, чем при помощи ручного заклепочника. Насадка-заклепочник в разы увеличивает скорость работы и повышает производительность. На установку одной заклепки уходит всего лишь полторы секунды. При этом оператору не нужно прикладывать никаких физических усилий. А вот и конкурс. Приз конкурса 500 рублей на счет мобильного телефона. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно подписаться на мой канал, подписаться на канал Тополи, поставить лайк этому видео и написать, какой инструмент есть у вас дома, начиная от самого маленького до самого большого. Участвуйте в конкурсе и вам обязательно повезет. Спасибо, что смотрите мои ролики. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok